Дорогие друзья, рад вас приветствовать на очередном нефтегазовом завтраке, который сегодня посвящен теме развития отечественной добычи нефтегаза на офшорах наших, на просторах нашей необъятной Родины. Сегодня у нас уникальный такой случай. Мы делаем пробное совместное мероприятие с интернет-порталом Нефтянка и попытаемся таким образом выйти в интернет-эфир, в видео-эфир с нашим проектом нефтегазовых завтраков. Если это выйдет удачно, то, может быть, периодически мы будем это повторять. Начинаем говорить об офшоре. Собственно, было бы странно, если бы добыча углеводородов в России не осуществлялась или не собиралась осуществляться на шельфовой территории морях и океанов, омывающих Российскую Федерацию. Собственно, исторически, еще во времена Советского Союза такая разведка и добыча, безусловно, велась. И особо активно на сегодняшний день добыча идет на шельфе Сахалина, на Каспии, и более или менее развивается добыча на Балтийском море, где Лукоил осуществляет разработку нескольких месторождений. Тем не менее, ситуация в нашей стране с добычей на офшоре усугубляется даже, наверное, не последнее время экономическим кризисом, который препятствует инвестированию в офшорные разработки, а отечественным законодательством. Как известно, в нашей стране были предприняты две ударные попытки, достаточно успешные, убить инвестирование в офшорную добычу. Одна попытка была связана с практически прекращением создания режимов СРП, которые, в первую очередь, у нас были привязаны к офшорной тематике, ну, помимо Харьягинского месторождения. Остальные, так сказать, два проекта — это офшорные и очень капиталоемкие, которые без СРП не представлялось возможным разрабатывать. И второй удар был нанесен созданием определенных законодательных требований к участникам офшорной игры. И эти требования касались квалификационного опыта нефтегазовых компаний, которые могли бы вести добычу на офшоре. И почему-то так оказалось, что в эту группу компаний вошли фактически всего три участника. Это «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть». При том, что «Зарубежнефть» так до сих пор и не сподобилось чем-то заняться на офшоре, хотя, насколько я знаю, лицензионный участок она в Баренцевом море получила, но никакой разработки там, недобычной разработки не начала. А другие участники, в первую очередь, «Лукоэл», которые активно вели свою работу, по крайней мере, на Каспии и на Балтике, если мы говорим о «Лукоэле», они таких возможностей легальных не получили. И все это проходило в тот период, когда нефть стремительно достигало отметки 100 долларов за баррель. И казалось, что перспективы настолько радужные, что очень многие хотят прийти на шельф и фактически аннексировать наши подводные ресурсы. Тогда же началась виртуальная борьба за арктический шельф со всеми этими хребтами, Ломоносова, там еще кого-то, я же не помню, как их перечислить, которые якобы свидетельствовали о бесконечных наших экономических зонах в арктической зоне, именно для того, чтобы застолбить добычу углеводородов на шельфе, на арктическом шельфе. Но еще до кризиса случились и тревожные сигналы. В первую очередь это касалось штокмановского месторождения, которое, в общем-то, долгое время считалось флагманом и технологическим, и шельфовым. На него ориентировались и западные компании, и, в общем-то, российские машиностроители, которые предполагали свое участие в освоении Арктики, начиная со штокмана. Но, к сожалению, несмотря на практически 17-летнюю эпопею сначала постановки задачи разработки штокмановского месторождения, так участники процесса и не пришли к пониманию о возможности в ближайшее время строительства каких-либо офшорных сооружений и обеспечения бурения добычи, транспортировки и переработки углеводородов с этого месторождения. Ну, а, соответственно, в нашей стране так это все время получается. Если мейджеры не собираются что-то делать там, то они не дают делать это и другим тем участникам рынка российского или международного, которые могли бы самостоятельно, либо там в партнерстве с другими, разработать месторождение, брошенное кем-то из наших мейджоров или отложенное. То есть, в нынешней ситуации, ну, как, впрочем, и всегда, российское правительство и государственные компании нефтегазодобывающие, они ведут себя как собака на сене, что в кризисной ситуации только ухудшает перспективы отечественного шельфа. Понятно, что, когда мы говорим о кризисе, когда мы говорим о том, что цена на углеводороды откатывает к отметке начала и середины 90-х годов, казалось бы, в этой ситуации говорить о разработке шельфа было бы глупо, да, потому что нет особо никаких ресурсов на то, чтобы шельф разрабатывать. Но, тем не менее, из моей практики, насколько я помню, именно тогда, когда нефть стоила 6-8 долларов за баррель, активно разрабатывался ангольский шельф. И как раз тогда Deep Water Drilling появилась именно как раз в середине 90-х годов. Эта технология, которая позволила доставать углеводороды, там, сумасшедший глубин, именно вот с ангольского, с гвинейского шельфа, там, с шельфа островов Зеленого мыса. И тогда, невзирая на низкую цену на углеводороды, западные компании технологии разработали кризис, который поразил экономический кризис, который поразил нашу страну в первую очередь, и падение цен на углеводороды обнаружились во всей своей красе, и выяснилось, что капексы на обустройство месторождений офшорных, они настолько неподъемные, что все программы, связанные с офшорами, они на сегодняшний день просто нереализуемы силами даже тех мейджоров, которым оставили право развивать добычу на офшорных месторождениях. А привлечение иностранных партнеров, как вот в случае с Эксенмобил, оказалось из-за санкций практически невозможным. И, ну вот мы видим яркий пример, связанный с развитием, так сказать, железок для офшорной добычи, это ситуация вокруг завода «Звезда» на Дальнем Востоке. Два года назад «Роснефть» объявила, что она будет развивать шельф, в первую очередь, Карского моря, потом ею патронируется «Сахалин-1» компании «Роснефть». И, соответственно, они посчитали, что для их нужд нужен собственный судостроительный завод, который обеспечит и строительство платформ, и строительство вспомогательного флота, и строительство танкеров, и так дальше. И тогда начался такой межгосударственный рейдерский процесс, когда «Роснефть» начала оттяпывать у Объединенной судостроительной корпорации завод «Звезда». При этом нашему президенту постоянно Игорь Иванович Сечин докладывал, что до 30-го года будет построено порядка 200 буровых платформ, а 200 буровых платформ, ну, должны быть построены, точнее, а 200 буровых платформ, мы понимаем, какой это вспомогательный флот. Но это катастрофические размеры вспомогательного флота, который, если представить, что это было бы реализуемо, было бы, то, наверное, все страны мира и все верхние мира должны были работать несколько лет подряд, чтобы обеспечить Игорь Ивановичу вспомогательным флотом на 200 буровых платформ. Потому что понятно, что 200 буровых платформ, это еще рядышком должны быть платформы для проживания персонала, это еще платформы вспомогательные для всяких процедур, связанные с очисткой нефти, с нефтеподготовкой. То есть, как минимум, комплекс из трех платформ должен сооружаться. Представьте себе, 600 каких-то сооружений, либо стационарного, либо самоподъемного типа. Но это грандиозные конструкции, грандиозные инвестиции. Итог, пшик, на последних совещаниях Роснефть заявляет, что кроме двух каких-то маленьких танкеров и двух буксиров, завод «Звезда» ничего не имеет на ближайшие 5-6 лет. Но дальше пока перспективы никто не смотрит. Это значит, что все планы, как минимум, Роснефть, они по освоению офшора провалились. Но кто у нас еще есть, кроме Роснефть? У нас еще есть, конечно, «Газпром». Ну, по штукам, ну, вроде я, как бы, ситуацию описал, и с ней, с этой ситуацией все понятно. А что еще планирует «Газпром»? «Газпром» еще может планировать сахалинские проекты, и связанные с сахалинскими проектами Киренской и Южно-Киренского месторождения. Ну, насколько я понимаю, Южно-Киренское месторождение вместо газа дало приток нефти, и поэтому «Газпром» скорее всего отложит освоение этого месторождения. А по Киренскому месторождению ситуация, опять-таки, из-за санкций сложилась чудесная. Там, вроде бы, обнаружены большие запасы газа, и «Газпром» вышел с инициативой это месторождение притачить к Сахалину-2, что позволило бы перевести сразу это месторождение в режим СРП, который, как я уже сказал, в связи с недостаточно уже не новым законодательством, там, десятилетней давности, создать заново практически невозможно, и только существующий СРП еще имеет вот этот старый режим. По поводу новых действительно сложно что-то сказать, какая это может быть процедура. Практически создание быстро режима наибольшего благоприятствования, аналогичного первым-трем и первым-трем единственным СРП невозможно, поэтому «Газпром» предложил именно такой подход. Но тут же последовали санкции, которые не позволяют применить иностранные технологии при разработке этого месторождения. Соответственно, я себе с трудом представляю, что партнеры, по крайней мере, «Шелл», который является ключевым партнером Сахалин-Энерджи, смогут принять киринское месторождение в свой состав, не рискуя быть наказанными американцами за нарушение вот этих региональных антиотраслевых конкретных санкций, наложенных на киринское месторождение. Есть еще «Лукойл», третий игрок, которого всячески притесняет государство как игрока на шельфе. Тем не менее, я считаю, что из всех компаний, не считая «Сахалин-Энерджи» и «Сахалин-А1», которые развивались иностранцами практически без российского участия, потом были просто так же рейдерским образом отобраны контрольные пакеты иностранцев, «Лукойл» является единственной российской компанией, которая действительно успешно, планомерно и эффективно, в том числе с использованием российских подрядчиков, развивает свои шельфовые проекты. Но это, в первую очередь, Каспий, где «Лукойл» осваивает Корчагинское и Филановское месторождение, и во вторую очередь, это Балтийское море, где у него работает несколько платформ, там, ДС-5 и еще какие-то платформы. Я по Балтике не очень компетентен, но тем не менее, насколько я знаю, «Лукойл» заявляет, что он будет продолжать сейчас разрабатывать Балтийский шельф, согласовывает, насколько я знаю, с Минобороны сейчас участок для бурения. То есть «Лукойл» действует по плану, он не шарахается из стороны в сторону, и, конечно, сталкиваясь с проблемами, например, проблемой серьезного затягивания сроков по строительству ЛСП-1 для Филановского месторождения, он, тем не менее, продолжает рассматривать добычу и переработку нефти с Филановского месторождения как одну из приоритетных своих задач на Каспии. И надо сказать, что государство совершенно напрасно не пускает «Лукойл» на северный шельф, где «Лукойл» показал себя уникальным управленцем на порту Варанды, где он построил совершенно уникальный даже с мировой точки зрения объект, терминал удаленной отгрузки нефти на танкеры, который там от берега уходит, по-моему, километра на полтора, вот этот сосок с ледовой защитой, и его участие в проекте «Титовый трепс», который будет связан с отгрузкой по этому соску, оно, в общем-то, не просто делает честь Лукойлу, но и считаю, что вполне являлось бы логичным обоснованием, чтобы в этом же районе дать Лукойлу разрабатывать и прибрежный шельф. Хотя там уже, как всем известно, находится нефтяная платформа «Приразломная», принадлежащая «Газпромнефти», и, соответственно, я думаю, что «Газпром» будет в этом районе тоже сопротивляться до последнего, чтобы Лукойлу на шельф не дать выйти. Но с точки зрения справедливости, и с точки зрения коммерческой перспектив развития шельфа, мне кажется, это неразумно, потому что «Газпром», я уверен, никак сейчас экстенсивно не будет развивать свое присутствие в этом регионе, и проблем с «Приразломной» было ему достаточно настолько, что вряд ли он начнет что-то строить еще новое. А Лукойлу там ничего делать, к сожалению, не дают. Ну вот, наверное, у меня по такой общей ситуации, наверное, все. Но что касается проектов, связанных с СРП, с СРП-1 и с СРП-2, то, на мой взгляд, Сахарин Энерджи, это СРП-2, безусловно, будет вынуждена продолжать освоение шельфа с тем, чтобы обеспечить ресурсную базу в своей второй очереди заводы СРП-2, которые они, безусловно, будут продолжать строить. И это намерение стоит только приветствовать, собственно, кто кроме них. Остальные большие СРП-2 пока «Газпромом», например, не реализуются. И я сомневаюсь, что будут реализовываться. Что касается Владивостока СПГ, то тема вообще пока приподзакрыта. Что касается Балтийского СПГ, то там пока одни размышления на эту тему. А вот Сахарин Энерджи, да, это тот проект, который будет развиваться. Именно ради этого проекта и будет продолжаться разработка шельфа СРП-2. Но, Сахарин-2, пардон. Но, наверное, это и все. Все остальные проекты, которые раньше назывались Сахарин-3, 4, 5, 6, 7, чуть ли, по-моему, не до 12, их перспективы для меня туманны. Единственное, это Киринское месторождение, которое может быть, как я уже сказал, интегрировано с Сахарином-2, но не сейчас. Проект нефти, Роснефти на Карском море, как мы все знаем, он должен был развиваться вместе с ExxonMobil, и опять-таки из-за санкций он временно приостановлен. Ну, а что касается перспектив, то тут многое будет зависеть даже уже не от ExxonMobil, хотя это важно, потому что Роснефть сама не сможет ни ресурсно, ни технологически обеспечить добычу нефти в этом регионе. А скорее вот ценовой конъюнктуры, которая для вот этого региона, с точки зрения даже логистики, она более актуальна, чем для региона Сахалина. Потому что Сахалин все-таки это место очень близко к центру потребления углеводородов. Это и Китай, и Япония, и Филиппины, и Сингапур с огромными нефтегазоперерабатывающими мощностями. Это, в конце концов, страны Океании, хотя Австралия дальше уже перехлёстывает своими возможностями и будущими возможностями производство российское. Но, тем не менее, там есть рынок, там есть потребление, и логистика очень удобная. Там все мейджоры активно предлагают и логистические услуги, и услуги «Автейка». Что касается Карского моря, здесь всё достаточно проблематично. И мы видим, что даже вообще северные проекты, даже уже развивающиеся, типа «Ямал-СПГ», с точки зрения «Автейка», проблемы всё больше и больше нарастают. Там, конечно, нам говорят о том, что 50-60% уже законтрактовано. Ну, для окупаемости проекта 50-60% это ещё не так много, а для вторых-третьих очередей это вообще ничто. И будущее всё равно представляется для этого региона достаточно сложным. И говорить, что если даже на такой квазисуши, на «Ямале» проекты трудно развиваются, говорить о том, что уйти там дальше на арктический шельф и развивать что-то на арктическом шельфе выгодно для себя, на мой взгляд, не приходится. Таким образом, резюмируя свою такую вступительную речь, достаточно краткую, хочу сказать, что из-за ценовой конъюнктуры, из-за политической конъюнктуры, но из-за ценовой в первую очередь, офшорные проекты новые. Кроме Каспия и Балтийского моря, развиваться в ближайшие 5-7 лет не будут. Возможно, будут кому-то размещаться фиды, префиды, ну, так типа поговорить, обсудить, в конце концов, какие-то деньги списать для того, чтобы кто-то куда-то съездил, там, с кем-то поговорил, ну, и там, детишкам на мелочишках, как говорится. Но включать в инвестиционные планы капексы по этим проектам сейчас не просто рискованно, а невозможно, потому что свободных ресурсов, которые бы адекватно закрывали потребности самого офшора в необходимой материальной базе, их просто ни у кого не существует. А заемных средств долгосрочных тоже на рынке нет. И, по моим оценкам, исходя из этого, мы за предстоящие годы потеряем свое конкурентное преимущество вообще по офшорной добыче. Соответственно, наше машиностроение, наши технологии офшорные, которые и так были не очень, хотя у нас есть несколько прекрасных проектных институтов. В первую очередь, ЦКБ «Коралл», который вместе с Крымом теперь наш, как говорится. Сейчас ОСК ведет такую войну за отъем «Коралл» у ЦНТ-шельфа, у Ильи Кокарева, и, наверное, в ближайшее время «Коралл» станет тоже частью ОСК. В принципе, проектные мощности у нас есть. Но даже, что интересно, та же «Роснефть», которая для Карского моря разместила тендер, а потом, правда, она его закрыла и собирается разместить потом, когда-то, на префит разработки месторождения, там выбор технологий и так дальше, даже там она выбрала почему-то не «Коралл», хотя «Роснефть» вроде бы должна быть патриотической компанией, особенно в духе современной политики, и тем более крымскую компанию привлекать для разработок. Вы, наверное, прекрасно знаете, что все буровые платформы, которые бурили и добывали в Советском Союзе, это были платформы, разработанные «Кораллом». Все платформы, которые сегодня на Каспии бурят и добывают для «Лукола», это платформы, которые разработаны «Кораллом». Но вот «Роснефть» почему-то игнорирует отечественного проектировщика и все равно пытается смотреть на Запад, но, к сожалению, у нее проблемы. Западные компании не могут пока помочь «Роснефти» в передаче технологий. И, соответственно, вот такая двоякая позиция «Роснефти» просто приводит к тому, что ничего не происходит и даже в части фидов и префидов. А это значит, что мы не двигаемся никуда. Если «Лукола» вдруг по каким-то причинам не сможет развивать свой шельф сам, то у нас вообще не останется никого из локомотивов, которые позволят развивать науку, именно прикладную науку и машиностроение нефтегазовое в офшорной части. Ну, соответственно, тогда у нас зависимость от иностранных инженеринговых компаний, иностранных технологий в тот момент, когда вдруг шельф будет востребован, а он может быть востребован в двух случаях. Либо цена на нефть вырастет опять до 100 долларов и выше, либо вдруг на земле, на материке нефть и газ закончатся. Но мы вот здесь сидящие до второй части мы не доживем никогда. Поэтому остается уповать на то, что вторая составляющая, точнее первая обозначена это рост цен на углеводороды случится при нашей жизни и офшоры оживут. Ну, а иначе, собственно, добыча на земле нам остается единственной возможной перспективой и единственным источником углеводородного сырья на долгие-долгие годы. ценовой фактор является определяющим для развития морского бурения, для рынка нефтегазодобывающих проектов. Нужно сказать, что морская нефтегазовая промышленность переживает сейчас непростые времена. На фоне падения цен на нефть и газ многие перспективные проекты или заморожены, или отложены. И согласно оценкам экспертов, в текущем году в развитии морской нефтегазодобывающей промышленности будет вложено порядка 241 миллиарда долларов, что примерно на 15% ниже, чем в прошлом году. И в соответствии с прогнозом в 2016 году рынок продолжит свое падение и достигнет дна примерно в 2017 году и лишь где-то в районе 2019-2020 года можно будет говорить о каком-то восстановлении. С начала этого года было анонсировано в мире несколько нефтегазодобывающих проектов на шельфе. Это прежде всего Норвегия, статуя это Юхан Свердруб и также это крупнейший один из крупнейших проектов на шельфе Бразилии Перегрина. Однако в некоторых странах наблюдается существенный рост инвестиций, несмотря на кризис и падение цен. Очень старый такой рынок в Великобритании и Северного моря благодаря всем налоговым реформам, которые были осуществлены, вдруг выходят на второе место после Бразилии с суммарными инвестициями более 96 миллиардов долларов. Кроме того, на третьем месте США с крупнейшими глубоководными проектами в Мексиканском заливе, в которые в этот период будут вложены порядка 90 миллиардов долларов. Крупнейшими игроками на этом рынке являются Shell, BP, которые являются локомотивом для развития технологических решений, бурения и привлекают огромные инвестиции на этот рынок. Что касается подрядчиков, такая есть отраслевая компания Douglas Westwood, она прогнозировала существенный рост на рынке глубоководных проектов. Планировалось, что порядка 223 миллиардов будет вложено за 5 лет с 2012 по 2017 год. Бурное развитие вот этого сегмента глубоководного бурения прогнозировала, что у подрядчиков, у нефтесервиса будут громадные прибыли. Однако, еще несколько лет назад стоимость аренды буровой установки доходила до 1 миллиона долларов в сутки. Сейчас эти цифры критически изменились и практически сократились в 5 раз. И существующий уровень цен категорически не устраивает компании, ведущая разработка глубоководных месторождений. И, по мнению специалистов TransSotion, это ключевая нефтесервисная буровая компания, специализирующаяся на глубоководных проектах, эффективная реализация таких проектов, она возможна лишь при 70 долларах за баррель. И при сохранении цен на уровне в 40-50 долларов за баррель происходит сейчас существенное сокращение добычи. Можно сказать, что большая часть инвестиций сейчас сосредоточена в так называемом регионе Золотого Треугольника. Это Мексиканский залив США, Западная Африка, Анголы, Нигерия, Гана. И третья часть это Бразилия. Бразилия очень это такой прорывной рынок, тоже глубоководные проекты, связанные с освоением подсолевых отложений, но однако к сожалению развитие этого рынка осложнилось тем, что в стране были проведены ряд расследований, которые привели к очень жестким коррупционным скандалам. И в результате сейчас ряд проектов было заморожено. Почему за все годы освоения оптического шельфа Газпром сумел ввести в эксплуатацию только одно месторождение Приразломное? Предвидите слова о сложном климате, отмечу, что в Норвегии Баренцевом море разрабатывается намного активнее. Почему не ввели? потому что, во-первых, не Газпром занимался Приразломно, а была комп СП Росшельф, так называемая. В Росшельфе тогда все-таки доминирующую роль играла Роснефть, и, собственно, все операции по строительству платформы курировались лично Богданчиковым. Собственно, поэтому было много скандалов, но Маша здесь сказала про коррупцию в Бразилии, которая остановилась и проекта. А я помню высказывание нашего мэтра Миши Крутихина по поводу того, что Штокман это такой проект с таким огромным капексом, что откаты туда некуда заложить, поэтому этот проект стал всем неинтересен. А вот Приразломное как раз на ней срубили очень много, и поэтому этот проект был реализован в конце концов. И такая у нас страна. И Бразилия похожа. в Бразилии собирались один проект реализовывать. Там все как-то по-российски только тепло и попугай кругом вместо голубей. Вот это очень радует. Другие проекты просто нет заинтересованных лиц с точки зрения действительно откатов, как у нас это принято. А с другой стороны Штокманское месторождение показало, что законодательство, которое за это время несколько раз изменилось, и партнеры Газпрома переходили из одного статуса в другой, потом в третий, и это тоже им частично надоело, и они не поняли, как же они могут ставить на баланс эти месторождения, без этого им это было неинтересно, там частично, имею в виду, или как они могут инвестировать или гарантировать возврат своих инвестиций. в серьезном проекте, куда привлекались иностранцы, и где вряд ли коррупционная составляющая играла роль двигателя прогресса, проекты не пошли, вот в этом проблема. Но еще раз хочу подчеркнуть, при разломной это все-таки был не проект Газпрома, и поэтому, наверное, он реализовался, вот как только это стало проектом окончательно Газпрома, ну в данном случае Газпром нефти, ну какие-то другие проекты не пошли и не идут. В конце прошлого года Газпром, как и планировал, запустил в эксплуатацию вторую очередь Паваненкова, газовый промысел номер один, производительностью еще 30 миллиардов кубометров газа в год. Газпром нефти в январе начала строить вторую очередь на напорного нефтепровода с Новопортовского месторождения до мыса Каменной, откуда нефть на морских танкерах по северной морскому пути доставляется европейским потребителям. Не повлияет ли на дальнейшие планы по освоению приарктических залежей и нынешняя санкционная политика? Ну, вопрос понятный, по-моему, про санкции. Ну, нефть, то есть, пардон, газ Баваненковского месторождения идет по газопроводу Северный поток, как известно. Соответственно, сейчас идут переговоры о том, чтобы запустить Северный поток-2. И на это собственно и была нацелена разработка Баваненковского, а потом Харасовейского месторождения. И если такая договоренность все-таки будет достигнута и Северный поток-2 будет реализован, и опять-таки я отсылаю всех к Миши Крутихину к его статье по поводу Северного потока-2, почему, собственно, все европейские партнеры Газпрома этот проект поддерживают, потому что они берут деньги, невзирая на то, есть ли газ в трубе или нет газа в трубе, и им этот проект чрезвычайно интересен. Именно поэтому если он будет реализован, конечно, это позволит продолжать разрабатывать и Баваненкова, и Харасовей. Но что касается Новопортового месторождения, да, вот сейчас Маша хочет рассказать. Вот сейчас очень показательная история с Новопортом. Вот этот терминал, который специальный ледостойкий, он уже построен в Голландии, и санкции не повлияли на его, на реализацию этого проекта. Его планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года, и таким образом санкционный режим не оказал никакого воздействия на этот проект в Арктике. Кроме того, что можно еще сказать, я могу немножко добавить. Относительно на Новопортовое месторождение оказал свое влияние антисанкционный режим. Это решение Путина не закупать ничего на Западе, ну, максимально, и поэтому компания Nordic Yards, которая должна была построить танкеры для Новопортового месторождения, была заменена на войска, который построит эти танкеры. Вот так это повлияло. В принципе, с точки зрения самого развития месторождения, конечно, вряд ли это как-то повлияет. Я думаю, что там оно уже все законтрактовано, да, в Газпром нефти. Проблем никаких не будет. Но, конечно, будет продаваться дешевле. Сервисным подрядчиком по бурению там является компания Ириэль, да, это такой совместный буровой подрядчик, совместное предприятие, Газпромбанка и узбекской такой структуры, которая начала работать на узбекском рынке, потом пришла в Россию, и которая сейчас контрактует огромный объем бурения в России. И она пытается заниматься там, привлекает специальную боровую установку арктического типа, и вот таким образом санкции не влияют на реализацию вот этих проектов. Да, узбеки еще не присоединились к концу российским санкциям. Многие месторождения Арктики содержат сухой газ. Как планируется его транспортировать? Известно ли об этом исключительно в виде СПГ или есть альтернативы? Кто не знает об альтернативах СПГ? Альтернативы вот какие. Все время в десятом году вот моя компания метапроцесса с институтом Крылова для мурманского месторождения, который между Штокманом и самим мурманском находится, разработали проект завода, который перерабатывает газ сразу в метанол. И можно его транспортировать естественно в обычных химовозах, которые перевозят метанол. Вот Маша до этого рассказала о ФЛНГП, то есть это плавучие заводы, которые перерабатывают газ, сжижают газ, и таких проектов в мире действительно достаточно много. На сегодняшний день это и в Венесуэле, и в Австралии, и у нас, вот мы реализуем этот проект в Питере, но это все-таки не шельфовый проект, поэтому о нем сегодня не говорим. Так тоже можно, как говорится, то есть ты якоришь этот плавучий добычной завод, и сразу у себя перерабатываешь какой-то продукт, либо сжижаешь газ, и возишь соответственно танкерами СПГ, либо ты перерабатываешь химический продукт, проще всего это метанол, и метанол также транспортируешь куда угодно с меньшими на самом деле рисками, чем СПГ. Вопрос к участникам мероприятия. Возможно ли строить в России морские платформы для добычи нефти на арктическом шельфе, или все оборудование в любом случае будет импортным? Абсолютно возможно приразломное что такое приразломное это платформа Hatton, которую пригнали на север и потом полностью кораллы и рубин был такой SPRIC созданный рубином и кораллом они сделали проект который фактически полностью преобразил эту платформу сделал ее ледостойкой и ледостойкие платформы делают и на Каспии собственно для Казахстана для Лукойла нет нет проблем и есть компетенции у российских проектных институтов способны способны обеспечить строительство в России ледостойких платформ для Арктики не вижу никаких проблем в данном случае вот интересно зачем госкомпании так активно набирают лицензии на шельфы и участки в Арктике если не собираются их разрабатывать то что не собираются это ясно ничего не ведь не борется несколько раз удастся продлить сроки работ но рано или поздно придется задавать лицензии в нераспределенный фонд ну так пишет пользователь достаются лицензии недорого но в сумме счет уже идет на миллиарды рублей это же пустая трата денег акционеров разве не так ну мне кажется тут частично ответ в вопросе заложим конечно одна из главных проблем при разработке депутата месторождений это ну имеется ввиду глубоководные это точное позиционирование плавучей установки на чистой воде это научились делать но как бороться с дрейфующим многолетним льдом многие месторождения в Карском море относятся как раз к депутатам это нерешенная пока технологическая проблема и компания только сейчас работает на поисках решений не совсем так я бы сказал опять же вот тот проект который мы сделали по метанольному заводу Баренцево море он предусматривал флюгирование корабля то есть ну современные локационные системы позволяют определить откуда лед подкрадывается и соответственно ну такой специальный гибкий манифольд который связывает с системой подводной добычи и но при этом корабль он не четко зафиксирован на этой позиции он способен отходить влево вправо ну крутиться по оси вокруг вокруг этого манифольда то есть с ней крылова который специализируется на таких проектах оно вот эти вопросы уже проработало и я думаю что просто нет пока такой реализации да потому что преразломно это платформа фиксированная просто льды могут на нее наезжать но они не повредят платформу но более суровых условиях придется применять вот такую технологию но опять-таки я думаю что российские институты в этом справятся с этой задачей она не является слишком сложной а у меня дополнительный вопрос а как эта технология работает если у стационарной платформы лед крошится то плавучая ну а так идет судно а лед будет дальше напирать идет ли в саму сторону ты знаешь мы все-таки вот говорим о том как вы и спрашивали да если вдруг лед он не сплошной у нас идет если сплошной то конечно нужно ставить платформу там с бетонным основанием с ледовой защитой и такой высокого класса безусловно но мы говорим о Баренце-у-море где лед он не является он случайный он может просто льди на айсберг может тебя повредить и вот здесь как раз это флюгирование и нужно в случае сплошного льда и практически постоянного льда то здесь нужно на стационарную платформу следовой защиты и нечего уворачиваться нужно просто от нее от льда защищаться никакого флюгирования здесь не спасет а вот эта знаменитая победа не знаю не могу сказать теперь я хочу тогда предоставить слово ребятам которые и участникам которые здесь присутствуют если у кого-то есть какие-то вопросы или пожелания выставить вот у нас здесь Роман Санксонов есть который в Газпроме занимался этими проблемами и в Роснефти затем может быть у него какие-то есть соображения по развитию шельфа добрый день с баблёв и уток баблёв и утки офшор осваивают правильно на самом деле если коротко хотелось бы сказать следующее во-первых сама дискуссия и тема гипертрофирована почему потому что освоение офшора было есть и будет потому что как только человек увидел что есть пространство которое он не подвласт он захотел его осваивать и в частности если вы почитаете о том что там сказал великий человек который сказал произрастать будущее Сибири будет и её оконечностью по-моему как-то так сказано это об офшоре второе а какая разница кто осваивает офшор важно кто пользуется результатами поэтому например ну мне вот в Анголе только не удалось на платформе побывать а так я на всех побывал и в том числе являюсь лауреатом премии Газпрома номер один за освоение штокманского месторождения в части геологических ресурсов и запасов я за технологию сейчас не хочу долго рассказывать но можно было бы тоже много положительного рассказать потому что любые вложения и рано или поздно работают на страну на людей на бизнес на дело так я к чему что визит в Северное море неоднократно показал для меня следующее совершенно необычное для наших условий когда крупнейшие компании которые якобы на рынке соревнуются с собой я имею ввиду Статойл тогда еще Гидро было Бритиш Газ тогда живой было Гритиш Франц Таталь и так далее они почему-то оказываются владельцы соседних платформ и в одном проекте они выступают оператором в другом они вообще поставщики оборудования это нас в свое время так в 90-е годы поражало но фокус то в чем состоит совершенно разные условия проекта разные задачи разные требования мало то везде разные экономические задачи ставятся при освоении конкретных месторождений это ключевой вопрос какая разница кто работает на платформе во всем мире коллективы работающие на платформах это международные коллективы и не только повар может быть ирландец там украинцы еще какой-то бурильщик может быть совершенно с другой стороны которая никак не имеет отношения к капитану этой платформы это совершенно другая жизнь другие принципы другие законы Кирилл сказал с оптимизмом что можно все строить в России в принципе все есть магазин из-за анекдота принцип где находится в России можно все собирать можно проектировать можно делать но это глупость в таком высокотехнологичном виде деятельности как офшорной заниматься только от себя надо брать лучшие мировые достижения в области технологии их использовать другое дело когда под вашим контролем это осуществляется это совершенно другая позиция но это отдельная тема которую тоже можно обсуждать и четвертое вот в чем я абсолютно поддержу это то что наши проектные организации наши конструкторские бюро наши коллективы ветеранов которые этим занимались вполне в состоянии действительно этим вопросами заниматься но не хватает принципиально это той свободы творчества которая работа в такой области требует ее в принципе нет это связано я вам доличие благодаря тоже интернет-ресурсам еще раз с речью Сергея Петрович Капицы в новосибирске в десятом году ознакомился он говорит что культура есть средство передачи в истории достижения науки вы меня извините как можно при нашем уровне производства и культуре производства и вообще всей атмосферы в нефтегазовой промышленности говорить о том что весь комплекс оборудован создавать в России это не очень правильно и последнее значит очень здорово что проходят такие мероприятия плохо что там не так много людей собирается и пора уже из подполя выходить значит хорошо что бобры и утки приютили я надеюсь что интернет-пользователи среди них которые есть люди и владельцы каких-то площадок на которых можно серьезнее обсуждать обязательно это нужно обсуждать потому что прежде чем мы взялись в свое время за Штокман было 25 лет сотрудничества и дружбы с Гидро и с Татойло только после того когда много лет изучали ездили смотрели щупали там даже в воду падали изучили вообще что это такое осмелились об этом говорить кстати благодаря этому этому проекту три года страна была впереди в запасах больше я там комментировать не собираюсь и последний вопрос значит международный бизнес имеет свои правила и как известно он живет именно там где мы в Вальгонах если к сожалению здесь достаточно не сказали не отразили но дело в том что крупнейшие компании технологические которые этим занимаются иммигрировали сегодня им тяжело работать в России и с Россией и не только из-за там присловутых санкций еще в каких-то условиях проблема состоит в том что если с ними значит не ведут нормальный диалог и работу они уезжают им проще работать в Африке им проще работать там не знаю с тиранами какими-то в условиях которые для нас вообще непривычны почему потому что если там дали слово его держат а вот этот бизнес такой высокая инвестиционный высокой стоимости он требует обязательно соблюдения слова и правил которые нужны потому что тем более когда тут пытались затронуть Арктику и суровые условия там Карского и Барницева морей значит в целом крайне положительно что такие встречи проводятся хорошо что благодаря интернет-ресурсам есть возможность расширять аудиторию я надеюсь что продолжится встреча и дальше спасибо спасибо Роман перед вами был Роман Сарсонов бывший генеральный директор Гнии Газа бывших не бывает есть у кого-то еще замечания пожелания высказывания дорогие друзья спасибо большое на этом мы официальную часть нашего завтрака заканчиваем надеемся увидеть вас в конце октября спасибо всем до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...